Танк конструктор Танки, потому что они ленивые жопы И все, мейл пошел у них на поводу И не дал людям активным И деятельным палку-нагибалку В руки, а жаль, было бы интересно А вот кодишка все-таки Будет иметь конструкционную часть И мы это узнали благодаря Панцерсофе и, соответственно, поликам С геймстоун Пэу. Ребята покопались В файлах игры и вытащили на свет божий Много чего интересного Из сирийского ящика будет выпадать непосредственно Сама машина, скин для нее Несколько декалек и блюпринты То есть части схем Модулей улучшения Я не знаю, сколько нужно будет собрать схем На один модуль, посмотрим Но не думаю, что прям сотни-сотни Потому что модули здесь порядка 5-6 штук И собрать 5-6 сотен модулей Ну имеется ввиду блюпринтов К модулям, это просто охренеть можно А ведь нужно еще сролить саму машину Давайте пробежимся по самим Апгрейдам, что они из себя представляют Улучшенный комплект обслуживания модулей Ну как я понимаю, это некая цацер Которая может дать какие плюшки Защиту модулей Возможно скорость ремонта модулей Возможно отдачу от модулей улучшить Например Хотя в последней, я с трудом верю У нас такого механизма никогда не было А вот реализовать ускоренную починку Или увеличенную прочность довольно легко Усиленный кевларовый подбой Тоже известная тема Кевларовый подбой дает 250 хп Усиленный больше наверняка 350 например Улучшенная система заряжания Самый обычный продвинутый автомат заряжания Ну в общем улучшение этого автомата Заряжания Соответственно ничего потрясающего Скорее всего просто Скорострельность увеличивает Улучшенная система введения цели Самая обычная продвинутая сува Которая дает вам может быть скорость сведения Точность вот какие-то такие при бомбасу Может скорость поворота башни Комплект Stage 2 Странная штука на самом деле Я даже не знаю честно говоря На что она может влиять Учитывая что все системы машины улучшались Кроме двух Это движка То есть система подвижности Система обзора и маскировки Рискну предположить что раз это ОБТ То комплект Stage 2 каким-то образом затрагивает Именно движок и систему движения Ну например дает там улучшенный разгон Или что-то такое Потому что ожидать от этой машины Улучшенного обзора и маскировки На самом деле сложно Все-таки это ОБТ Но Есть предпосылки Потому что эта тачка Как сказал Silent Stalker Будет иметь метку по цвету цели Как у ББМ Это первый ОБТ вообще во всей игре Который имеет подобную метку И это довольно интересная темка Возможно Мэйл пытается заточить машину Куда-то вот Ну не то что прям в полу ББМ Но в какие-то такие черты Которые присущи не ОБТ-шкам Также Silent Stalker сказал Что машина будет нагибаться Иметь гидравлическую подвеску И давать дифферент на нос Или на корму И на оба борта Таким образом Будет крайне удобно целиться И на лоб И на попу И на оба бока Это крайне мощное Конкурентное преимущество У тачки Насчет форсажа Не говорили ничего Да и в общем-то Нелогично давать форсаж Корейцам Короче даже не знаю Что осталось еще упомянуть Машина имеет 1200 сильный движок И весит порядка 52-55 тонн Зависит наверное от модификации Что-то Мэйл ей навешивает Будут ли какие-то мощные бортовые экраны Не особо понятно Скорее всего нет Зато уже сейчас известно Что будут за снаряды И пушка Орудие у нас RH-120L-44 Такое как на Леопарде 2 Например И это значит Что с пробоем Будет все неплохо Снарядов 2 Кумулятивный И ББХ ББХ М829А2 С 8 Абрамса Таким макаром Мы имеем минимум 700 пробоя И 580 альфа страйка Что согласитесь Весьма борзо Дополнительным бонусом Идет 25% шанс поджога Так как 829А серия бобсов Урановая Пока единственное Что непонятно Это скорострельность Если Мэйл даст еще и Скорострел хороший То мы в очередной раз Получим довольно Прикольную тачку Хотя лично я Не знаю что у нее с броней Надо будет посмотреть Если броня будет Тоже более-менее адекватная То мы получим Да очередную имбу Наверняка очередную имбу Что же по поводу В принципе сбора Связи с Аидами И почему я решил Что эти модули Будут в качестве Улучшения идти А не просто Ставится одна штука Ну сами посмотрите На название модулей Я не вижу здесь Ничего экспериментального Уникальная система Фыр-фыр-фыр Чего-то там Баффало-хренафало Нет Это обычные Рабочие лошадки Которые просто тупо Лучше чем другие модули Конечно есть шансы Что Мэйл даст поставить Например 2 из 5 улучшений Но я бы все-таки Сделал ставку Именно на последовательный фарм И потихоньку Установку всех модулей На машину И превращение ее Из там Какой-нибудь средней тачки Например Я бы сделал так Вы получили тачку Она в стоке довольно уныла По многим параметрам Но ставя модули Вы прям реально Как волшебной палочкой По ней стучите И тачка становится Куда вкуснее И интереснее Конечно я не могу За это все ручаться Но лично мое мнение Именно такое Последовательная прокачка И улучшение машины До состояния Ну если не имбы То очень крутого пепелатца На этом все Спасибо за внимание Жмякайте лосося Подписывайтесь И приходите еще Будет интересно Субтитры сделал DimaTorzok